Фильм содержит нецензурные выражения и сцена насилия, поэтому его не стоит смотреть никому. Чё-то меня, ребята, утомил этот фильмец из четырёх серий, прям вообще... Ладно, последняя, четвёртая серия, начинаем, поехали! Бум! Продолжая вот этот бесконечный забег с 2002 года, когда Лаптев решил делать свой проект, через него прошло очень много музыкантов и затянулось всё это на очень долгое время. То есть сейчас 2018 год, а альбома Лаптева всё ещё нет. То есть если в моём ролике самый ранний музыкант, который работал с Андреем Лаптевым, начал работать с ним с 2004 года и говорил при этом, что до него ещё были музыканты другие, то посмотрите, сколько это лет. Это около 15 лет человек делает свой альбом. И вот как раз следующий музыкант, вокалистка, прекрасная девушка Лена расскажет вам сейчас свою историю сотрудничества с Андреем Лаптевым. Я даже не могу вспомнить точно год, когда я познакомилась с Андреем. Сразу скажу, что я не слышала никогда о нём. В принципе, когда он мне написал, я посмотрела, конечно же, на профиль. Вроде как живой человек, ну да, где-то был, какая у него есть группа, вроде эпидемия, но сейчас он там не играет. Ну, всякое бывает. Он мне прислал демку. Ну, соответственно, сразу скажу, что не было речи о том, что это эпидемия. То есть в тексте сейчас даже у меня была роль Астралии, то есть там была женская роль. Насколько я поняла, и это не скрывалось, что есть вот вселенная эпидемии, и вот человек пишет своё произведение по этой вселенной. Почему бы и нет, в принципе. Можно писать по Толкину, можно почему угодно. Типа фанфик, да, такой? Да, почему бы и нет, к тому же, если он там тесно общается с этими людьми, всё супер. Соответственно, моя роль Астралии, соответственно, также было написано в тексте, который мне прислал. Дальше, ну, соответственно, мы пошли на студию, там Андрей был в роли, как получается, продюсера, да, то есть тоже участвовал в записи, но писал Евгений. Я не могу вспомнить точно фамилию, вот он, значит, всё писал, но нам, к сожалению, не хватило времени, ну, как это всегда бывает, чтобы записать всё-всё-всё со всеми бэками, и мы их пригласили к себе, у нас на «Правде» тоже есть, как бы, своё небольшое помещение, мы там репетируем, пишемся, поэтому сказали, ребята, давайте... И уже это было бесплатное, да, помещение для Лаптева? Ну, естественно, да. Почему он, перебью, сейчас в процессе записи Лаптев присутствовал, да, всё это время? Да, естественно, он присутствовал. Как он себя вёл? Нормально, адекватно ещё, более-менее? В принципе, всё было, ну, всё нормально, никаких оскорблений, взаимных, там, унижений, ничего такого не было. Да, ну, немножко странноватым уже тогда был, да? Да, ну, кто из нас не без странности, можно так подумать? Но пока ещё всё приличненько. Да, всё супер, мы всё записали, Александр всё отправил этому Евгению. Через некоторое время он сделал, соответственно, пост. Кто он? Андрей, Андрей. Он сделал пост, продавался на нашу тему. Так. И я не заходила в его группу, то есть я просто видела его аккаунт. Соответственно, когда я зашла туда, видимо, это было какое-то некое обострение, что там фигурировало, что какие-то посты, что он группа «Эпидемия», что это его название, что это он и есть сам, и все его друзья это всё подтверждают, и что сами музыканты «Эпидемии» это подтверждают. Самое удивительное, что почему-то я там называлась не «Астралии», а «Латиэль». Ну, то есть, да, то есть подлог такой уже, да. То есть это было сразу же, да, очень странно. И после этого уже начался наш диалог. Пошли заявления, что нужно участвовать в каком-то шоу, что почему ты тут покаталась, это тебе тут не покаталось, и тут ты что-то слезла. То есть уже начались совершенно неадекватные... Хохомоватенькие такие, да, уже выпады? Да-да, это было странно, и для меня было, ну, неким шоком. А с чего вдруг? Что пошло не так? Вот уже, наверное, все поняли, что Андрей Лаптев живет в своем параллельном мире. То есть вместо того, чтобы радоваться, что прекрасная, красивая девушка решила бесплатно записаться у него на альбоме, вместо доброты в ответ этой прекрасной девушки Лаптев, как обычно, обосрался. То есть, соответственно, не было речи о каких-то шоу, примерках, не было разговора о том, что будут какие-то съемки. То есть изначально Лаптев тебе просто просит, запиши мне песенку, а потом говорит, какого черта ты не хочешь сниматься и участвовать в моей шикарной жизни, да? Да, может быть, я чем-то разочаровала его, или что-то пошло не так в его маленьком шоколадном мире. Ну, все может быть. Может быть, он представлял себе наши встречи немаленько по-другому. Да, конечно. То есть в болезненном сознании Андрея Лаптева девушка, которая согласилась бесплатно у него спеть, в будущем теперь должна уже подстраивать всю свою жизнь под него. То есть если Лаптеву нужна фотосессия, она должна бросать все свои дела и идти фотографироваться, примерки какие-то, шить костюмы, выступать, гастролировать с его оперой. То есть изначально Лаптев даже Елену об этом не спрашивал. Он попросил у него спеть, девушка согласилась, сделала жест доброй воли, спела, все. Но у Лаптева в башке это одновременно и договор, подписанный кровью, что теперь она должна вокруг его рукописи плясать и делать все, что он скажет. Все бывает, да. У тебя еще бы замуж позвал, или может и звал, конечно, я не знаю. Нет, но я умею выходить в игнор, потому что, опять же говорю, в моей жизни не так много интернета. Да. Наверное, жаль, да. И я умею пользоваться баном. Да, это шикарная штука. Что тоже очень полезно. Он у меня там уже с 15-го года Лаптев сидит. Это сколько же людей прошло через... Через эту Лаптевскую мясорубку прошло, блин, я не знаю, все, наверное, кто связан как-то с хэви-металом, с пауэр-металом в нашей стране, наверное, все прошли. И самое-то главное, вот мне важна дичь, неадекват Лаптевая. То есть, ну, поподробнее. То есть, очень многие музыканты пытались там как-то сгладить эти углы. Ну, что я могу сказать? Что это же, соответственно, все по переписке. И всем понятно, что даже школьники умеют ругаться отлично матом по переписке. Что это все очень задорно и весело, и не порно. Но да, конечно же... В какой-то момент он начал тебя к чему-то принуждать там, и из-за того, что ты отказываешься, он начал там матом поливать, да? Да, естественно. То есть, в его волшебном мире все было настолько все на мази, и здорово, что он уже... И вдруг ты начала там что-то ерундой заниматься какой-то. Да, то есть, я отказываюсь, говорю, нет, нет, все, мне неинтересно, извините, удачи, как бы, извините, что так получилось. То есть, и тогда еще не было речи о том, что я не разрешаю ему использоваться вокал. То есть, об этом речи не шло. Просто я сказала, что, ну, вот так, мне неинтересно участвовать в их постановках. У меня, к сожалению, не так много времени. У меня своя группа, вот мы там что-то тоже делаем. Давай вот... И, соответственно, человек прорывает где-то трубу, и он начинает нести полную ахинею, что... Да ты что себе возомнила? Да тебе нужно мужика? Обязательно! Прямо сейчас! Вот это шикарно, да, да. Меня вот эта херня реально, ребят, убивает. Вот мне настолько мерзкие мужики становятся, все вот мужчины, парни, которые начинают вести себя подобно. То есть, когда девушка поступает как-то не так, как им хотелось бы, они сразу говорят, а, все понятно, у тебя недотрах. Вот это настолько омерзительный выплеск вот этих ваших комплексов на девушек. То есть, либо девушка-женщина поступает так, как вы хотите, либо, если она проявляет какие-то свои желания, свою волю, она сразу неврастеничка, истеричка, потому что недотраханная. То есть, мерзкие конченые блюдки, все, кто так говорит... Я просто пару раз попросила его, сказала, попросила прощения, что вот извините, так получилось, да, мне это неинтересно. Вот у вас есть мой вокал, выпускайте, все будет хорошо, все, что нужно будет подписать, я подпишу, чтобы вы выпустили этот материал. Прекратите нести ерунду и оставьте меня в покое, да? Ну, соответственно, да. Вообще реакцию Лаптева понять сложно. То есть, возьмите ту же эпидемию. Ну, Лапти всегда себя пытается с эпидемией как-то сравнить или отождествлять. Но даже и у эпидемии, например, на Алатеэль на одном альбоме поет одна девушка, на другом альбоме другая девушка. Почему нужно бомбить и сраться? Ну, записала девушка у тебя вокал, а на выступление ты нашел себе другую вокалистку. Зачем себе самому палки в колеса вставлять, когда ты едешь на одном колесе клоуна? Потом уже, впоследствии, он и набрасывался на Александра. То есть, там тоже очень странные были разговоры о том, что он готов приехать и разобраться с ним в жесткой форме. И опять угрозы, опять расправа, опять я приеду, опять я убью. За что? За то, что ты не участвуешь? Или за что? Ну, видимо, да. Потому что там я не могу, у меня нет никакой доступа, конечно, к переписке Александра. Но сам разговор был именно о том, что он обещает лично разобраться, личной расправой. Также были прямые угрозы уже с фейковых аккаунтов. Да-да-да. Ну, это типичное поведение Лаптева. Нет, ну реально, ну сколько можно уже? Ну, просто человек не попадал никогда просто за свои слова, действительно, в серьезную ситуацию, чтобы за эти слова с него спросили. Вот прям конкретно так спросили. Чтобы человек трясся потом в страхе, что с ним могут приехать и что-то сделать. Вот он не попадал никогда в такие ситуации. Поэтому человек просто дерьмо из своего рта вот так вот выплескивает на весь мир и безнаказанно дальше живет. Ну да, материть, соответственно, что я малолетка, что мне нужно мужика, да, что ты себе позволяешь, да, это тебе, блядь, не карусель, что покатался, когда хотел и сошел. Нужно держать свои слова, да, что вообще такое. Хотя, опять же, ничего об этой теме не было. Да. Самое смешное, что лапта истеричка действительно считает, что он в этой ситуации прав. И что эта девушка ему должна была все это сделать, то, что он хотел. Другая реальность, волшебство, единороги. Упс, you weren't meant to see that. То есть это все сглублялось тем, что выходили посты в его группе, где он прямо уже в открытую называл себя этим потрясающим именем эпидемия. Ну и чем закончилось твое? То есть ты просто добавил его в бан и все или как это? Я добавила его в бан и все уже продолжится у Александра, потому что прямые именно угрозы поступали напрямую ему. Потому что он знает, что мы общаемся, что мы в одной группе. И очень много прилетело именно его. Но Александр, он добрый человек, он все же пытался как-то найти с ним диалог. Больше того, девушка избавила Лаптева от лишних трат. Она ему предоставила помимо своего бесплатного участия, своего времени на запись вокала, она ему еще предоставила свою бесплатную студию, где Лаптев не тратя денег, спокойно приходил. И они записывали эту девушку, записывали бэки. И ни за что за это Лаптев не платил. Ну просто как? Минуя всю эту историю, да, вот сейчас с трезвым взглядом взглянув на все, что произошло, какую характеристику ты можешь дать Андрею Лаптеву? Я могу сказать, что человек явно не в себе. То есть я не буду говорить, что он сумасшедший, но он не в себе. Видимо, у него бывают какие-то временные периоды, когда он прямо совсем сумасшедший. То есть с ним невозможно вести никакой диалог. То, что у него не в порядке с каким-то мировоззрением или вообще с видением ситуации, когда можно что-то говорить, когда что-то нельзя говорить, когда нужно что-то делать. Потому что этот его вымоченный проект уже существует столько лет, что даже ленивый бы, безрукий и просто бы человек невменяемый уже бы все сделал. Это было бы несложно записать и все выпустить. Я не знаю у него, откуда этот материал, потому что я сомневаюсь, что это его материал. Нет, не его. Он ничего не написал сам. Ну это вдвойне противно, что пришлось участвовать и вляпаться вот это. Потому что сначала он ведет себя очень тихо. Да, да. И не показывает, не проявляет себя. Видимо, он как-то, не знаю, может почву прощупывает, что... Скорее всего, потом он все это забывает просто и его несет как есть. Да, я надеюсь, что больше никто к нему не пойдет и не будут никакие звукорежиссеры, никто вообще с ними сотрудничает. Потому что, например, наше сотрудничество было просто, то есть, какое-то, ну, полюбовно. Запиши мне вокал. Отлично, я запишу. Ну, в чем проблема? Теперь ты мне должна, да? Теперь, да, я должна все. Я должна сниматься и в шоу участвовать, потому что я звезда. Это вообще как бы гиперкруто, ты что? Это просто здорово. Но нет. И вот как раз отказов нет, он не понимает. И в переписке, и в названии видеороликов на своей странице в ВК, Лаптев очень любит говорить о себе в третьем лице. Пост на его стене ВКонтакте. Известный барабанщик Андрей Лаптев дал интервью в рок-крубе Little Rock на концерте группы Одержимость. Нажимаем сюда и смотрим. Кто же добавил это видео? Андрей Лаптев. Здесь обычно проецируется тот человек, который добавляет это видео к себе. То есть, если бы Лаптев добавил это видео себе от кого-то, то здесь был бы другой человек. То есть, и обязательно известный барабанщик, видите, нужно добавить, ребят. А то ведь без этого уточнения, ребята, люди ведь не поймут, что он известный. Смотрите, кто видео добавил, видите? Андрей Лаптев. А здесь уже Павел какой-то. Здесь уже Ольга, видите? И это видео не добавлено с какого-то стороннего сайта. С Ютуба или откуда-то. Это именно видео ВКонтакте. А это значит, это видео залил себе сам этот человек, кто написан вот здесь. Представляете, видео залить на свою страницу и так его назвать. Известный барабанщик Андрей Лаптев. Давайте нанесем еще один удар по самомнению Андрея Лаптева. И рассмотрим популярность Андрея Лаптева. То есть, человек себя считает очень известным, популярным, замечательным музыкантом. Но давайте просто посмотрим на голые цифры. Вот количество участников в его группе ВК. Это самое большое количество людей. И опять же, многие находятся там чисто из-за того, чтобы следить за новостями и поржать. Потому что он то закрывает, то открывает свою группу и непонятно, что там происходит. Человек захотел повеселиться, заходит, а группа закрыта. Поэтому многие там сидят просто для того, чтобы держать руку на пульсе событий. Вот количество подписчиков на платформе YouTube на канале самого Андрея Лаптева. А вот количество подписчиков здесь же на YouTube, но только уже подписчиков группы Лаптев. И теперь самое главное. Краудфандинг. Моя группа Виконт, наверное, одна из первых в России, которая стала собирать вообще с поклонников деньги на альбом. Помню, тогда нас очень много людей за это хейтили, типа побираться. Вот эти вот такие высказывания пошли, знаете. И потом как будто прорвало лавину. Все начали собирать группы просто через одну. Ну, кто уверен в себе, конечно же. Все начали открывать вот эти сборы средств на запись альбомов. И сейчас это мало у кого вызывает какой-то негатив. Но нет, есть люди, которые очень яростно реагируют на это и называют это нищебродством, называют это поберушничеством. Это как раз те люди, которые сами не могут ничего собрать или боятся начать собирать, потому что цифра, которую они могут поднять, будет очень маленькая. Какую-то частью сознания Лаптев, наверное, понимал, что открывать сборы на ресурсе планета.ру, наверное, не стоит. Ну, потому что не все же время он пребывает в этом своем сказочном мире с единорогами. Иногда он открывает портал в нашу суровую реальность и видит, что здесь не так все радужно, как там. Но хроническое нищебродство и любовь к халяве все-таки пересилили, и Лаптев решил открыть сборы на ресурсе планета. И сколько же собрал наш великий музыкант, великий продюсер, известнейший человек в нашем музыкальном мире. К слову говоря, замахнулся Лаптев на такую, достаточно неслабую цифру, 275 тысяч рублей. Насколько мне помнится, такие группы, как Артерия, выставляли на планете сумму в два раза меньше. Ну, и благополучно ее собирали. Ну что же, ребята, вы готовы? Сборы Андрея Лаптева на ресурсе планета.ру составили... What the fuck? What the fuck? 13 545 рублей! Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Вот реальные цифры, и вот реальное подтверждение популярности, как музыканта Андрея Лаптева. Помню, читал я комментарии, и ой, как Андрею это не нравилось, когда его спрашивали об этом, когда сборы закончились, что же ты так мало собрал? И что же, вы думаете, Лаптев наценил, наконец-то, адекватную реальность вокруг себя? Нет. Его ответы были такими. Зря я послушал, не нужно было открывать проект, меня уболтали. То есть, ничего у неекнуло у человека в груди. Все нормально. Это просто происки тех людей, которые меня уговорили открыть проект. А почему такая маленькая поддержка со стороны слушателей? Всего лишь 13 тысяч рублей. Об этом Андрей Лаптев разговаривать не хочет. К слову говоря, возвращаясь в нашу первую серию, в которой я рассказывал о нашей переписке, где были скрины моей переписки с Андреем Лаптевым, где он утверждал, что моя группа Виконт никому неизвестна, и он ее не знает. Мы тоже. Моя группа Виконт открывала сборы на ресурсе Планета.ру. И несмотря на то, что мы тоже не собрали нужную сумму, все же конечная сумма сборов была достаточно солидной. 169 тысяч рублей. Сумма, которую многим нашим отечественным группам мечтать собрать пока еще даже не представляется возможным. И тем не менее, для меня был это тоже определенный урок. Я понял, что 750 тысяч рублей, которые мы собирали изначально, что популярность Виконта не столь велика пока что на данный момент. Я урок из этого извлек. Андрей Лаптев свой урок не получил. При всем при этом Лаптев не сдается. И дабы раздуть свою несуществующую известность, он постоянно верещит о взломах всех своих интернет-ресурсов, словно он какая-то мультимедийная личность. Мастер фотосета. Помимо кучи фоток, которые он постит у себя в Инстаграме и на своей странице в ВК, у него есть несколько фотосессий. Вот я это называю гуру фотосета. Вот видно, что хорошая камера, супер освещение, антураж красивый. Но вместо того, чтобы хоть как-то немножко перед фотосессией привести себя в порядок, посидеть на диете, позаниматься, побегать, и потом прийти немножко похудевшим, встать в какую-то нормальную, вменяемую позу, что мы видим. Лаптев приходит на фотосессию и делает вот так. Ручонки такие, эть, как у старого нашкодившего деда. Возвращаясь к той горе неадекватного бреда, которую Лаптев наложил в свое время, когда у Эпидемии подходило дело к юбилейному концерту, посмотрите разоблачение от Димы Процко, гитаристы группы Эпидемий, который сейчас сорвет покровы с того времени, когда Лаптев развел в интернете свою истерику по поводу этого. Приблизительно за год до празднования 20-летнего юбилея группы началась эта история. В то время мы время от времени приглашали наших друзей-музыкантов, к которым мы хорошо относимся, с которыми нам приятно играть, выступить в рамках концерта Эпидемий, сыграть вместе одну-две песни в рамках такого небольшого джемсейшена. И в том числе нередко это были бывшие музыканты группы. С нами выступал неоднократно Ваня Изотов, и Рома Захаров, и Паша Окунев пел. Ну и, конечно, Андрею тоже очень хотелось хотя бы раз выйти на сцену, хотя бы раз сыграть с нами что-то из старого репертуара. А надо сказать, что отношения тогда с Андреем были такие, достаточно ровные. Он постепенно занимался своим проектом, к нам особенно не лез. Все было тихо-спокойно. Я с ним в тот период более-менее общался. С Юрой он, насколько я знаю, тоже более-менее общался. Ну и он очень просил дать ему такую возможность. Мы при этом понимали, что человек порядка 10 лет не сидел за барабанной установкой. В какой он сейчас находится, форме мы не знали. При этом особо сильным барабанщиком-то он никогда и до этого не считался. Ну и в итоге Юра ему сказал, давай, Андрей, сделаем так. Ты запишешь ролик, мы тебе дадим какую-то песню, и ты просто запишешь ролик о том, как ты эту песню играешь. Для того, чтобы мы могли убедиться, что ты сейчас находишься в нормальной музыкальной форме, и тебя не стыдно выпускать на сцену. Дали ему для разбора песню, насколько я помню, «Последний рассвет». Песня не самая простая, но при этом такая, на которой можно хорошо показать свой уровень. Ну и, казалось бы, вот тебе хорошая возможность. В конце концов, позаниматься, разобрать и сыграть нормально одну песню, ну, мне кажется, способен даже Буратино. Для Андрея это была бы хорошая возможность, во-первых, утереть нос всем своим недоброжелателям, показать всем, что он хороший музыкант, что он умеет действительно неплохо играть. Выступить, в конце концов, с группой. Я уверен, что с талантами Андрея делать хороший пиар из самого ничтожного повода, он бы смог воспользоваться этой возможностью по полной программе. Ну, Андрей, конечно, таких легких путей не ищет. Этому слишком скучно. Вместо того, чтобы засесть серьезно за занятия, первое, что он сделал после получения нашего предложения, это засел за клавиатуру. Надо сказать, в тот период времени, наверное, в день я получал порядка 10 сообщений от совершенно разных людей о том, что Андрей всем пишет, что он, дескать, возвращается в группу «Эпидемия» в качестве барабанщика. Никаких предпосылок для этого не было даже близко. У группы «Эпидемия» есть барабанщики, его зовут Дима Кривенков. Место это пересмотру никоим образом не подлежит. Однако Андрей почему-то считал по-другому. Не знаю уж, откуда он это взял. Но абсолютно всем он начал рассказывать, что он возвращается в группу, что состав меняется. Я ему при этом пишу, Андрей, что за бред, что происходит, откуда ты это вообще берешь? На что Андрей отвечает, что все так и есть. Ты ничего не понимаешь? Юра уже давно хочет меня вернуть. Он по мне давно скучает. Только мы с ним вдвоем и есть эпидемия. И он это прекрасно понимает. Друг мой, вы больны? Да, болен. Вот, а Дима Кривенков, ему уже пора на пенсию. И он уходит. Хотя он даже сам об этом еще не знает. Ну и вот весь этот бред. Более того, он даже не нашел ничего лучше, как съездить к Диме Кривенкову домой, для того, чтобы уговорить его уйти из группы и освободить для него место. Ну, ничего хорошего из этого, из этой поездки не вышло, как я его и предупреждал. Но это уже другая история. Естественно, мы были очень удивлены таким развитию событий. И сказали, Андрей, ну это какой-то бред. Так дело не пойдет. Ролика ты так и не снял. Точнее, он снял ролик о том, как он сидит за барабанной установкой и что-то там играет на барабанах. Поэтому все это происходит под минус. Точнее, под плюс. А как будто мы этого не заметили бы. Ну, и на этом все. Сказали, Андрей, ролика нет? Мы от тебя ничего не видим, кроме того бреда, что творится в эфире. Ну, значит, никакого выступления не состоится. Ну, и тут человек снесло крышу уже окончательно. Он заявил, что раз так, раз вы со мной так, то, значит, на правах основателя группы. Я группу распускаю. Вы все уволены. Я набираю новый состав. И, значит, вот мой новый проект выйдет, значит, под названием «Эпидемия». А вы все вообще никто и звать вас никак. Ну, и так далее. Ну, это, значит, уже началась вторая часть марлезанского балета. Была она гораздо менее веселой. В том смысле, что бред творил сразу в два больше. Андрей всем заявлял, что у него есть права на название. Что он отправил заявку на получение патента на название. Ну, опять-таки, да, что он является законным обладателем прав на название эпидемии. Писал об этом, наверное, каждый день, там, всему своему контакт-листу. Выкладывал по этому поводу кучу новостей. И все это было для нас весьма неприятно. Как минимум, отвлекало от работы. Ну, и тут уже, значит, подошел момент подготовки к празднованию 20-летия группы непосредственно. Ну, и, естественно, при таком раскладе речи о том, чтобы Андрей вышел и сыграл с нами что-то в рамках 20-летия группы уже не шло. Но, узнав об этом, Андрей совсем расстроился и повел себя абсолютно, я бы даже не сказал адекватно, я даже не сказал бы неадекватно, повел себя уже просто совершенно мерзко. Начались угрозы в адрес музыкантов и вокалистов, и, кстати, в том числе вокалисток, которые должны были принять участие в этом концерте. Причем угрозы достаточно серьезные, да, всех нам обещали убить, зарезать, вот это все. Начались звонки в клуб, который проводит концерт с требованием отменить концерт. Творился абсолютный хаос. И мы были вынуждены, конечно, выступить с заявлением о том, что так дальше продолжаться не может. Во-первых, мы вынуждены были потратить определенную сумму денег для того, чтобы оформить регистрацию и название. Во-вторых, ну, после этого какие-либо отношения с Андреем, с нашей стороны более-менее вменяемые, далее абсолютно невозможно. Потому что после подобных угроз и подобного поведения, ну, мне кажется, что с этим человеком он больше нам лично говорить не о чем. Когда Лаптев осознал, что его крики, истерики, угрозы ничего не срабатывают, он записал няшненькое видеообращение к группе «Эпидемии», где Милочка сидел на фоне газовой плиты в ванной, что-то «Эпидемии» там говорил, что он очень хороший, очень всех любит. Так вот, в этот же самый момент он записал и обращение к Диме Процко. Лично вот так вот повезло гитаристу группы «Эпидемии». Димон, какой статус? Мне статус вообще не нужен. Мне нужно, понимаешь, ну, как тебе сказать? Блин, я ко всем к вам отношусь к людям офигенно, понимаешь? То есть, вот как в группе, вот знаешь, вот кто бы ни играл в группе, вот да, ты почему-то подсознательно любишь этих людей, да, ты к ним хорошо относишься, понимаешь? И мне как бы, знаешь, мне вот снилось позавчера, я проснулся в 4 утра, мне приснилось, Юра приснился, и вы приснились, я спать не мог. Понимаешь, вот такая фигня 10 лет, понимаешь? В обращении к Диме Процко Лаптев признается, что он спать не может, что уже лет 10, как ему снятся сны, музыканты «Эпидемии» снятся, Юра снится. Навязчивая идея действительно развилась в настоящую манию, в болезнь. Я не то, чтобы живу в прошлом, о, кстати, вот такая прикольная, смотрите, прям реклама, я тут один нашел пакетик с нашими афишами, которые у нас раньше были, он у меня очень давно лежит, смотрите, в поганном виде, конечно, лист, в программу вступления группы «Эпидемия» в Варклубе, 8.05.00, вот, 22.00, сейчас я попробую показать, вот, отличный блокадик мы делали, вот такая кассета, правда, грязная, что покроем, там в ней клип звон монет, который мы снимали, вот такая прикольная, прям реклама, вот прикольный блокад, огромный, вообще, как бы, у нас был, сейчас, посмотрите, по-моему, показываю, только на... Вот такой вот блокад, блин, а вот забавная была такая фишка маленькая, у меня хранится, то есть, естественно, такие вещи, может быть, это все старье, вот, видите, отдельно. Словно Кощей над златом, Лаптев чахнет над этим хламом, он хранит все эти пачки билетов, всех этих ненужных обложек, афиши старые. Зачем это все он хранит, непонятно, то ли он продавать это все хочет, то ли раскладывает всю эту хламину по полу и, раздеваясь до трусов, валяется в этом несколько часов каждый вечер. Понимаешь, и я даже играть песни хочу больше эпидемии, чем свои, вот, поэтому, Дим, просто, ну, как бы, мне важно общение с вами, понимаете, общение с вами. И, как бы, мне плевать на статус, я очень хочу узнать побольше Мамонтова, очень хочу, у нас с ним есть что-то общее, там, по, может быть, какие-то IT-технологии, даже пообщаться хочу, очень с ним, понимаешь. Человек сидит и на полном серьезе говорит про какие-то общие интересы, какие-то антитехнологии, представляете, да, эту хинею, человек с говном мешал музыкантов группы эпидемии, а потом говорит, давайте встречаться, давайте общаться, ведь у нас есть общие интересы, мы все любим фильмы про Зорро, у меня дома есть котик и у вас тоже дома есть котик, ну, вот, из этой области, то есть, как это связано может быть? Как человек может изменить отношение к тебе, отношение негативное, которое ты, Лапти, формировал долгие годы? Как это может резко все забыться, просто потому, что у вас есть какие-то схожие интересы? По поводу Егорова, да, ну, была у меня какая-то, там, небольшая такая, знаешь, отношение такое, что он, типа, меня не вытаскивает из игнора, и я, как бы, к нему, ну, как-то, знаешь, вот так подсознательно, там, относился к бабике его, когда полез, там, 5 лет, там, назад, это когда было-то, понимаешь, какой-то, не к жене даже, по-моему, к бывшей какой-то, ну, это, знаешь, я об этом жалею, на самом деле. И все, опять же, как-то так, вот где-то там что-то такое было, где-то когда-то я, как бы, ну, вроде бы, как бы, к бабике его полез, во-первых, не к бабе, а к девушке, во-вторых, такие моменты не забываются. Просто мне статус лично никакой не интересен, в плане, что там будешь ты, там, еще кто-то будет, мне своего статуса достаточно. Ты в эпидемию лезешь, как раз за статусом, так как своего статуса ты не имеешь, тебе нужен вот этот, чужой, паразитировать на чужом имени. Мне хочется, чтобы была дружба, понимаешь, дружба. Козлы, ублюдки, ненавижу, порежу вас, пережу машиной, сволочи, я вас всех найду. Ребят, давайте дружить, пожалуйста, давайте встретимся, у нас интересы смежные, вы распускаетесь. Я вас найду и обязательно вас... Ребята, давайте дружить, давайте встретимся, и у нас интересы общие, я вот просто хочу с вами. Козлы, ублюдки, ненавижу вас. Ребят, ну, пожалуйста, ну, ну, хотя бы посидим за пивком вместе. Вот как-то помимо Юры, ты, Мамонтов, там, может быть, Егоров, там, если получится, вообще какой-то, да, там. Егоров, если получится, какой-то там. Какой-то там. Мне абсолютно не нужны вот эти разборки, неинтересные. Мне не нужны разборки, ребят. Ну, подумаешь, убить вас всех обещал, ерунда-то какая. Хе-хе-эй. Дим, ну, я тебе, как бы говорю, что давай нормально общаться, я не буду тебе писать ерунды, смешно просто, понимаешь. Ну, я как писал, писал тебе, вон, Ковенкова, но это, по большому счету, вот так подумать, да, надо быть порядочным, оставаться гуманным всегда. Ну, это смешно просто. Лаптев снова говорит об этом, как будто в третьем лице, как будто не о себе. То есть, он описывает ситуацию, когда он писал Кривенкову, писал музыкантам, писал Диме Процкого, писал всякую говно, постоянно выносил им мозг и говорит об этом, как бы, осуждающий. Ну, типа, зачем вот этот человек так делает, то есть, указывает на себя в прошлом и говорит, ну, это же смешно, надо быть гуманным, вот это же вообще, ну, нельзя так поступать. Что я сейчас слышал вообще? Кривенков у него, там, сколько детей, внуки там у него, понимаешь, а я пришел и пошел нахер Кривенков, ну, это, в принципе, это идиотизм. Но вот поделить, поделить, если такая ситуация, поделить программу напополам. То есть, часть, допустим, старый я, допустим, там, не знаю, новый он, это оригинально. Лаптев продолжает нести вот эту херню. Он вроде сидит и пытается извиниться, чтобы хотя бы начать общение. И посередине этого извинения неожиданно снова начинает говорить, давайте поделим программу, и половину будет играть Кривенков, половину буду играть я. То есть, представьте, два человека, один другому делает подлость. И потом этот человек приходит к нему мириться и говорит, ну, прости меня за все, что было, да, это было ужасно, смешно. Говорит, словно о каком-то другом человеке. И тут в середине своего извинения неожиданно говорит, давайте снова общаться, и я снова буду делать вот эту вот подлость, которую я вам делал, но дозированно. Что, мать твою, ты несешь? И ни у кого такого не было. Два барабай, ну, блин, два барабайчика, что в этом такого? Это даже интереснее как-то. И даже интереснее как-то. У-у-у, интереснее. Ну, блин, два барабайчика, что в этом такого? Сука, он просто... Он не ломается вообще никак. Два барабайчика, что такого? Поверь. Тем более мне плевать на деньги с концертов, потому что, как бы, в принципе, как бы меня заботит больше не это. Подождите-ка. А не по этой ли причине Лаптева из группы выгнали? Из-за того, что он воровал деньги группы? Мне заботит больше... Это бы самосматр 500 тысяч там за концерт интересный. Да, мне неинтересно, понимаешь, ни в турах, нигде. Мне охота покататься просто по городам, посмотреть там, поиграть там. Ощущение вот этого, знаешь, вот этой всей интереса. Ощущение вот этого вот паразитирования на чужой славе. Прям, ааа, мне прям снится это. Прям, ааа, возьмите меня назад. И плюс, самое главное, то, чтобы про меня перестали говорить гадости. Перестали говорить всякую ерунду про меня, потому что большинство там думает, какое-то... Некоторые вообще меня не знают. Пусть узнают. Вот Лаптев опять, как последняя гадина, видит выход своего дерьма, который он творил в жизни. Вот в этот самый простенький такой по щелчку пальца выход. Не вот этот сложный момент, когда он признает все свои ошибки, повиниться перед всеми, извиниться перед всеми и начнет достойно жить, достойно поступать делом, доказывая то, что он изменился. Он хочет заткнуть всем рты тем, что станет участником группы эпидемия. Даже если представить, что это осуществится вдруг волшебным образом. Как все люди, которым он насрал на голову, забудут, что он срал им на голову? Как? Понимаешь, но как бы... Ребят, ну надо с чего-то начинать. Начало было в 90-х годах, когда ты играл в эпидемии. Закончилось все это в 2002 году, если ты забыл. Нельзя вот так вот... Вот Лаптев, он... Давайте вот так вот закроемся и все. Надо как-то стремиться делать добро, стремиться как-то... Я не знаю. Конечно, Лаптев плохой. Ты доказывал это каждый день с 2002 года, когда тебя из группы выперли. Стремиться делать добро, стремиться как-то... Я не знаю. Общаться. Как у него поворачивается вообще язык говорить музыкантам эпидемии, что нужно делать добро? Как? Лаптев говорит... Ты видишь, я рвусь к вам общаться. Понимаешь, не из-за собственного статуса. Понимаешь, я свой проект могу сам раскрутить. Мне это не нужно. Именно поэтому все эти годы ты, вцепившись в штанину группы эпидемии, истошно орал и верещал бесконечно ее теребя. Понимаешь, я могу просто взять, писать, как там, рукописи, его сделать. Но я сейчас просто вот... Это самое. Мне интересно просто, понимаешь, оказаться в группе. Непрошибаемый человек. Просто вот непрошибаемый. И снова он говорит, я хочу оказаться в группе. Ты пришел с извинениями, чтобы хотя бы начать общаться с музыкантами, чтобы они хотя бы пустили тебя вообще в свой круг знакомых и друзей. Ты снова говоришь, что ты в группу хочешь вернуться. Да твою мать, да что с тобой? И как бы, помимо... Ну, свой проект потихонечку я доделываю. Не то время, не кризис, чтобы записывать что-то. Я имею в виду, так, вкладывать конкретно. Кредит взять не могу. Поэтому постепенно пишу. Ты это понимаешь, как бы. Поэтому, Дим, ну реально, слушай, я так по вас соскучился. Вот по тебе, по общению. Давно не общались реально. То есть, действительно, не общались давно. Вот. И с остальными так же. Вот и все. Так что, еще раз говорю, мне на статус наплевать. Ты просто конченый какой-то. Ну, раз уж тут у нас обращение к Диме Процко, то давайте дадим слово Диме Процко. Да. Ты понимаешь, что меня больше всего огорчает? Андрей все время рассказывает, что его заслуги в становлении группы эпидемии огромные. Он, дескать, и основал группу, и с нуля довел ее до MTV, до эльфийской рукописи. Ну, и на основании этого он пытается постоянно то претендовать на название, то претендовать на песни, то вообще требует закрыть группу и распустить действующий состав, так как, по его мнению, без него группа просто не имеет права на существование. Ну, и многие считают, что как минимум моральное право на это у него есть. Ведь человек много лет с нуля тянул группу вверх, ну, а потом с ним вроде как поступили нехорошо, да? Выгнали из коллектива, зарегистрировали название на себя, и оставили ни с чем. То есть, по мнению Андрея, группу у него попросту взяли и украли. Так вот, мне хочется рассказать о том, как это все происходило в то время, и каков действительный вклад Андрея в развитие коллектива. Ну, как минимум, чтобы ни у кого не было никаких ложных иллюзий по этому поводу. Для начала хочу сказать, что талант у Андрюхи действительно есть. Но только это ни в коем случае не талант музыканта, композитора, аранжировщика. Тем более, не талант барабанщика. Талант его заключается в том, что человек способен совершенно разными, причем иногда достаточно нетривиальными путями, находить контакты нужного его человека, после чего достать его до такой степени, что человеку не останется ничего другого, кроме как дать Андрею то, что он хочет. Ну, просто тупо, чтобы он от него отвалил. Ну, и я бы, честно говоря, не назвал это хорошим менеджментом. Ведь если все отношения построены на том, что надо дать эпидемии то, что она хочет, просто иначе эпидемия затрахает тебя до смерти. Но в моем понимании, что это все-таки путь в никуда. Ну, и в принципе, в те времена, а я сейчас говорю про период времени где-то с 97-го, наверное, попроблизительно 2003-й год, да, когда Андрей был в группе. Группа эпидемии всегда ассоциировалась с таким, с группой скандал. Не в смысле назвали группой скандал, а в смысле, что скандалы постоянно преследовали коллектив. Да, я не был в группе в те годы, но мы так или иначе общались с музыкантами, ну, и в принципе была такая московская клубная рок-тусовка, ну, в которой так или иначе все вращались, да. Ну, вот, и постоянно там всплывали какие-то скандалы, постоянно всплывали какие-то девушки, которым пристает барабанщик эпидемии, какие-то расклеечки, которых он кинул с деньгами за работу, то какие-то истории от самого Андрея, как его кто-то обманул и подставил. В общем, так или иначе, что я хочу сказать, все коллективы почему-то могли устраивать свои дела нормально, и лишь эпидемия была постоянно группой скандал. И ты знаешь, иногда эти скандалы принимали такие достаточно веселые, гротескные формы, я не знаю, чем надо было и как надо было достать человека, который сделал это, да, но огромными буквами на фасаде дома рядом с клубом Diamond на уровне второго этажа размашисто была написана бессмертная фраза «Барабанщик эпидемии-неудобный». Вот, на мой взгляд, квитэссенция всей этой пиар-активности, которую вел Андрей. А между прочим, в любом учебнике по пиару можно прочитать о том, что пиар – это в первую очередь выстраивание отношений. Ну вот, значит, на примере этого мы видим, как Андрей эти отношения выстраивал, и насколько хорошим он был пиар-менеджером. Ну и для того, чтобы, наверное, не быть голословным, надо обираться на какие-то факты. Я не поленился, я нашел несколько интересных вещей. Вот, например, выдержка из одной из статей, опубликованных на сайте Metal Kings. Вот девушка пишет в редакцию, письмо в редакцию, я не поленился, нашел его. Значит, человек пишет. «Скажите мне, как можно любить группу, которая ступает по головам других российских групп, чтобы пробиться наверх? Которая тырит флайеры, срывает плакаты. Заодно это ненавижу ее». Да, ну то есть, собственно, понятно, в адрес кого именно из группы были эти слова написаны, и насколько положительную реакцию в отношении всего коллектива они могли вызвать. А вот, например, как выстраивается отношение с прессой. Вот, что пишет главный редактор того же самого портала Metal Kings в ответ на вопрос, почему портал не хочет публиковать интервью с группой «Эпидемия». Вот, значит, она пишет. «Что касается интервью, то, пожалуйста, хоть с Максом, хоть с Мелесовым. Только вот занимается у ней всей промоутерской и монагерской работой барабанер Лаптев. Кто-нибудь когда-нибудь пытался с ним в здравом уме общаться? Персонаж тот еще. Его интервью мне и даром не надо. Я даже время свое тратить не буду. Ну, вот как-то так, да. Я не знаю, что там произошло у Андрея с Наташей, но знаю... Я лично знаю ее, да, как абсолютно адекватного человека. Более того, человек, который абсолютно искренне и бесплатно пытался и пытается помогать всевозможным российским музыкантам. Ну, и, как мы видим, да, помогал всем, но кроме группы Эпидемии. Почему? Вот потому, что Андрей так вот построил отношения, так выполнил свою работу. Ну, как бы, окей. Ну, и да, но тем не менее, да, так или иначе, постепенно группа становилась все более известной, двигалась как-то вперед. Ну, и мы вроде как должны думать, что, ну, значит, Андрей делал все правильно, он молодец. Но мы не знаем, что было бы, если бы он этого не делал. Или делал, но не он. У меня, честно говоря, есть ощущение, что прогресс группы происходил бы намного быстрее. У меня есть полное ощущение, что группа развивалась скорее вопреки, нежели благодаря деятельности Андрея. Ну, и развивалась, конечно, она исключительно благодаря музыке, которая людям нравилась и к написанию которой Андрей не имеет ни малейшего отношения. А его профессиональных качествах, как барабанщика, да, слагались легенды. Но, надо сказать, что тогда, на самом деле, вообще мало кто играл хорошо в этой тусовке. То есть, напоминаю, да, что мы говорим о тусовке начинающих на тот момент групп и музыкантов, да. Но даже на этом фоне игра Андрея выделялась просто феерично в худшую сторону. И что самое главное, со временем все музыканты как-то росли, как-то занимались, чему-то учились, а у него прогресса фактически не было никакого. Ну, это ладно, бог с ним про музыку, да, вернемся к его деятельности, которой он так гордится. Значит, что происходило? Изначально все началось так или иначе с записи альбома. Мало кто мог себе тогда позволить записать полноценный, да, пусть короткий, но все-таки полноценный альбом. Ведь домашней звукозаписи, да, и мы сейчас говорим про 97-й год, домашней звукозаписи в тот момент не было. Альбом, который получил название «Воля к жизни», вышел на крутом на тот момент лейбле «Мороз Рекордс», чем Андрей очень сильно гордится. Но вот только он забывает почему-то упомянуть одну маленькую деталь. Запись альбома, а также печать полного тиража оплатил Юрий Мелесов. После чего весь этот тираж был выдан эпидемии на руки. То есть, «Мороз Рекордс» выступили в данном случае просто как такой, знаешь, завод по печати типографии и дисков. И все. То есть, да, на альбоме стоял их знак, но и цена за размещение этого знака была такая соответствующая, прямо скажем, то есть сильно выше. При этом никакой рекламы, никакой дистрибьюции лейбл не делал вообще. Более того, даже качество печати и кассет, на которых альбом вышел, ну, была очень сильно ниже всякой критики. И вот за это Юр Мелесов, который действительно для группы был готов абсолютно на все, выложил по тем временам просто колоссальные деньги из своего кармана. То есть, это было, ну, я не знаю точно сколько, да, я приблизительно представляю себе порядок сен. То есть, это совершенно точно несколько тысяч долларов. И надо понимать, да, что мы говорим про те времена, когда зарплата в 300 долларов, да, это считалось очень хорошей зарплатой. О зарплате в 500 долларов люди мечтали. А о том, чтобы получать тысячу, да, об этом даже мечтать было как-то неловко. То есть, было понятно, что такого не может быть вообще никогда. И вот на этом фоне, да, для молодого коллектива расходы в несколько тысяч долларов – это просто какой-то космос, честно говоря. Да, и такая же схема издания альбома повторилась с альбомом на крыль времени. Только с той разницей, что запись все-таки попробовали осуществить дома для экономии. Кстати, тоже у Юры Мелесова дома. То есть, он выступил еще и как звукорежиссер. И оборудование все для записи купил. Все это как бы тоже, опять-таки, на его деньги были сделаны. Ну, и во многом еще, почему... Я вообще, кстати, классную историю вспомнил. Почему дома осуществлялась эта запись? Потому, что Андрей... Альбом такой достаточно спидовый, да, со скоростными бочками. Андрей не способен был сыграть эти бочки на записи. Поэтому решили даже не париться, да, ну, и записать это все дело на компьютере. Так вот, с этими бочками я вспомнил классную историю. Значит, Андрей, он всегда же стремился быть фирмой. Он всегда хотел на запад. И, по-моему, для сайта MySpace, да, или что-то такое там в то время было. Не помню, как это. В общем, он перевел пресс-релиз этого альбома на английский язык. Ну, как перевел? То есть, английского он никогда не знал. Выбеду захотелось, да. И, значит, по этому поводу он просто загнал этот пресс-релиз в машинный переводчик, да, вот, автоматический. Ну, и получил на выходе такой, значит, некий английский текст. Такой псевдо-английский. И вот, значит, в этом пресс-релизе там была такая фраза. Что-то в духе там 16-й бочки. Не дадут слушать или заскучать. Что-то в таком духе. И вот эти вот 16-й бочки, да, в этом пресс-релизе звучали феерично, на мой взгляд. Там было написано так. Sixteen's Barrels. Ну, машинный перевод, да, то есть, с его точки зрения все верно. Баррелл, бочка, да, окей, Sixteen's Barrels. Я очень ржал, вообще бы все ржали тогда по этому поводу. Вот, Андрея некоторое время так называли. Мистер Sixteen's Barrels. Ну, к чему я все дело рассказываю? Да, вот, опять-таки, про профессионализм человека. То есть, он совершенно нормально считает вот такую вещь выложить на официальный ресурс. Представить группу вот в таком виде. То есть, честно говоря, ну, смешно, да. И над группой смеялись, откровенно смеялись в тот момент. И из-за того, как играл барабанщик. Из-за того, какие перлы он творил. Ну, как бы, может быть, это тоже, конечно, пиар. Но я не уверен, что это пиар-рок-группы. Может быть, цирка, там, окей. Ну, как бы, понимаете. Ну, и далее. Как распространялись кассеты с этими альбомами? Как я уже говорил, лейбл их не продавал. Никоим образом продажи на концертах были совершенно незначительные. Если вообще были. Я не уверен, но мне кажется, что тогда вообще достаточно редко можно было встретить на клубном концерте точку с мерчем. Ну, может быть, что-то там продавали по каким-то там, не знаю, из рук в руки группам. Ну, это смешно. А большая часть тиража была, на самом деле, Розана Андреем бесплатно. Перед концертами таких групп, как Ария. Других каких-то известных металлических групп. Ну, в основном Ария. Ну, да. Это, конечно, работа. И она действительно какую-то известность группе приносила. Но только сами понимаете. То есть, один человек у нас пишет всю музыку. Вкладывает деньги в коллектив. Причем там абсолютно все. То есть, оплата репетиций, оплата записи, оборудование каких-то там. Вот это все. Вот. А выкупает весь тираж. А второй просто эти диски раздает на концертах. И при этом считает, что группа его. И он в ней, на самом деле, главный. Ну, вот как бы, да, почувствуйте разницу. Вот. А еще знаете, почему Андрею важно было, чтобы альбом вышел именно на Мороз Рекордс? Как я уже говорил, да, с точки зрения промоушен, это не имело вообще никакого смысла. А стоило дорого. А все потому, что очень круто был знакомиться с девчонками. Я представляюсь барабанщиком известной крутой команды и говорю, а вот у нас в альбом вышел на Мороз Рекордс. Вот мы такие крутые. Смотри-ка, любите все нас. Ну, и, конечно, он эти диски дарил, да, и брал взамен номер телефона, да, в обмен на диск. И все это вроде как для продвижения коллектива. Нет, ну, конечно, ребятам там, металлистам, раз, ну, там тоже он дарил диски, да, и рассказывал про коллектив. Но такое количество девушек было, да, которые в то время жаловались, что к ним подходит непонятный человек. Стирает какую-то дичь, дарит диск, берет телефон. А потом начинаются звонки, да, намеки на более тесную дружбу. Вот это вот все. Ну, и, опять-таки, да, на репутации коллектива это все сказывалось очень отрицательно. А вот основная работа, да, по привлечению людей велась, на самом деле, в фэн-клубе. К которому Андрей не имел никакого отношения. Там поначалу занималась Женя, такая подруга, и, по-моему, будущая, да, первая жена Пашки его поняла. Потом девушка с ником Angel of Twilight. Они создали, действительно, коллектив, к которому с удовольствием присоединялись люди. Ну, и, в принципе, там была такая движуха внутри этого коллектива. В то время же поход на концерт он далеко не всегда имел цель послушать музыку. Была такая тусовка, немало людей ходило на концерты из-за компании. Возникали какие-то романы, дружеские связи, да, и вся эта движуха крутилась вокруг группы. Вот, и заслуга в этом точно не Андрея. Вот, и, в принципе, да, вот, на мой взгляд, в истории группы была куча людей, которые сделали для группы, с точки зрения именно раскрутки, в сто раз больше Андрея. При этом ни один из них не кричит, что эпидемия – это он. Не пытается отжать название, не упускает собственные продолжения, какие-то безумные оперы, да, к которым он не имеет малейшее отношение, ну, и так далее. Что касается попадания группы на MTV, да, заслуга, которой Андрей тоже очень сильно гордится, можно об этом поговорить. Значит, на заре вещания канала в России была такая программа «Хардзон» называлась, в которую брали клипы тяжелых российских групп. Ну, прикол в том, что тогда тяжелых российских групп было крайне мало, а еще у тяжелых российских групп фактически не было клипов, которые можно было показать. И вот клип «Я молился на тебя», о съемке которого, опять же, финансировал Юра, контролировал Юра, сценарий писал Юра, монтировал Юра. Вот, этот клип, он пришел тогда очень кстати. Я не могу сказать, что требовались какие-то грандиозные усилия, да, в то время для того, чтобы попасть в эту передачу. Но тут врать не буду, я сам не пробовал, да, в моей группе на том, тогда не было никаких клипов. Но мне кажется, что это было не так сложно. Хотя, определенное, конечно, телодвижение для этого нужно было сделать. Но дело в том, что эта программа сама тогда искала хоть какие-то клипы отечественной тяжелой сцены, да, для того, чтобы поддерживать свое собственное существование. И выходила она, между прочим, раз в неделю, поздно ночью. И охват аудитории был такой довольно небольшой у нее. Вот, а вот потом случилось чудо. Значит, объявили голосование на премию MTV Music Awards. Это такая крутая достаточно премия. Вот, первый тур, значит, это было интернет-голосование. И вот эпидемия, она формально вроде как показывалась по каналу MTV, поэтому она в эту голосоволку попала. Хотя никакой ротации поначалу не было даже и в помине. Вот, а дальше, значит, некие знакомые, опять-таки, Мелесова, да, Нелаптева. То есть, ребята из ФК. Они настолько круто проголосовали в интернете, да, мне кажется, там не обошлось без некой накрутки голосов. Тогда это все вновь было, да. Ну, значит, ребята уже как-то этим занимались. И получилось так, что абсолютно никому неизвестная по меркам страны группа неожиданно так попала в топ-5 MTV. После чего, да, ее уже просто вынуждены были показывать в основной ротации. Тоже не очень часто, но несколько раз показывали. Длился, кстати, недолго. Ну, вот как бы, да, и вся история. То есть, о том, значит, как Андрей групп пробил на MTV. Так вот, сказать, что это прям такая веха в истории группы я не могу. Да, Андрей молодец. Действительно молодец. Увидел возможность, отработал как надо. Нашел, кому передать клип. Сумел договориться о показе. В этом смысле все хорошо. Но, по большому счету, это мало что дало, да. Чтобы, в принципе, да, чтобы вы понимали, о каких масштабах известности тогда шла речь. Надо понимать, что вся эта движуха, она была такая очень локальная. На концертах времен альбома «Загадка волшебной страны», да, при всей MTV, да, при всей кипучей деятельности Андрея. Туда ходил человек 300-350, условно говоря. Ну, точно не помню, да. Но вот приблизительно такой порядок. Может, чуть больше, чуть меньше. И при этом цена на билеты была очень туманная, да. И еще там куча людей по спискам. Это все такое. Но даже при этом, ты понимаешь, какие-то копейки музыканты все-таки должны были зарабатывать, да. Исходя из тупо из математики. Однако, насколько я слышал, все постоянно жаловались, что концерты, дай бог, в ноль работаются. Ну, там, может, плюс-минус на пиво после концерта хватает. Вот. Ну, и тут как бы два варианта, да, на мой взгляд. Либо Андрей настолько непрофессионально вел дела, что деньги до группы не доходили. Либо он просто использовал группу как собственную кормушку. А музыкант там откровенно врал, что с концертов ничего не зарабатывается. Ну, тут я ничего сказать не могу, да. Это пусть музыкант сами расскажут, если захотят. Пусть все это выяснили. Убедились, как бы точно проверили, что это воровство регулярно. И все. Приехали и сказали что-то свидание. Ну, опять-таки, да, чтобы мои слова не звучали голословно, я сейчас приведу пример. Уже из другого периода деятельности Андрея, когда он занимался группой Алл Эпидемия. Да, и тоже возник конфликт с невыплатой музыкантам гонорара. Все это выплеснулось в интернет. Так вот, что пишет Андрей по этому поводу. Вот, мне кажется, просто многое объясняет и достойно быть процитировано. Чтобы вы понимали, да, уровень профессионализма человека. Да, смотрю. Вот он пишет. С кассы денег должно было быть около 15 штук без вычета клубу. А с вычетом мы должны были получить на всех 10 тысяч. Я не досчитался половины билетов. Мой минус и моя ошибка. Оставшаяся сумма была где-то порядка 5 тысяч, которые вышли за эти билеты. Я получил на себя 50 рублей. Я сам сейчас в шоке, потому что не могу концов найти. Крест-цитата. Классно, да? То есть, должно было быть 10 тысяч. Значит, половину проебало изначально. А вторую половину как-то тоже. Сам, правда, не понял как. В результате этой профессиональной продюсерской операции человек вместо 50 тысяч зарабатывает 50 рублей. Нормально, да? И это, заметьте, тот человек, который называет себя профессиональным продюсером. Ну, ты хоть не позорься, да? Не пиши такие вещи. Ведь очевидно, что либо ты дебил, который так ведет дела группы, что тебя обманывают просто как дитё. Либо ты сам вор и обманываешь своих же музыкантов. Третьего тут просто не дано. Воровствую регулярно. Ну, и, в общем, я практически уверен, что подобные истории проходили во времена его работы с эпидемией. Ну, собственно, выводы делайте сами. Да, ну и последнее, что хочется сказать. То есть, сейчас, когда Андрея в группе уже нет более 15 лет, он всеми силами пытается к ней примазаться. И всегда говорит, да, что исходя из своих заслуг, на это имеет право. Ну, про заслуги, да, мы уже поговорили. Но мне вот что интересно. Как человек, который не написал ни одной ноты в своей жизни в коллективе, о чём говорят абсолютно все, и ни одной строчки текста может претендовать на то, чтобы выпустить официальное продолжение метал-оперы. А ведь он же даже не отрицает, что весь сюжет, весь персонаж, всех персонажей, все тексты придумал Юра Мелесов. Так какое право тогда имеет Андрей Лаптев на использование этих персонажей? Андрей Лаптев в эту историю просто тупо не врубается. Именно поэтому он писал Юру придумать ему для его оперы сценарий, на что Юра ответил отказом. В итоге и тексты, и сценарий оперы Лаптева написал кто-то другой. Я уверен, что сам Лаптев этого не делал. Кто, я не знаю, но это точно не Юра, то есть не тот человек, который занимался изначальной эльфийской рукописи. И вся Юрина деятельность в новой опере Лаптева связывается к тому, что он из жалости записал для него одно или два соло. Всё. Лаптев это преподносит так, что Юра принимает участие в работе над оперой и, следовательно, альбом этот можно считать официальным продолжением или приквелом. Так вот, исходя из всей логики, не говоря уж о каких-то юридических аспектах, ни сиквелом, ни приквелом, ни даже вбоквелом данная поделка считаться просто не может. Это обычный фанфик, которых поклонники группы написали множество. Текстов в виде каких-то фан-артов и так далее. И относиться к этому можно только так. А Андрей прекрасно понимает, что один раз в жизни ему повезло. Познакомился он с Юрой. Взяли его в приличную группу. И больше такой прухи у него в жизни может не быть. Поэтому он всеми силами пытается вернуться обратно к этой кормушке своей. Он прекрасно понимает, что сам по себе, наверное, он мало кому интересен. Поэтому примазаться группе эпидемида, это, наверное, единственный шанс на какое-то признание. Ну, мне просто очень обидно, что это происходит. Если бы Андрей занимался какой-то именно своей деятельностью, не пытался паразитировать на наследие группы, но, наверное, к нему и отношение было другое. Может быть, помощь была с нашей стороны какая-то более существенная. Но так как человек пытается просто откровенно украсть то, что ему не принадлежит. Но, в общем, отношение к нему соответствующее. Вот как-то так. Ну, и просто, чтобы разбавить весь этот негатив, смешная забавная история из прошлого. Что ты можешь рассказать про Андрея Лапчева? Андрей Лапчева? Он напился у меня водка на дворе. Решил скатиться в сборке детской. Такой круглой, замкнутой. И застрял. Ну, не помню, как-то мы его вызволяли. А детвора с меня? Как Винни-Пух. Давай худей, короче. Недельный. А давно это было? 20 лет назад. Ну, нормально. Не так давно. Не так давно. Застрял в горке? Помимо всех прочих достоинств Андрея Лапчева, он считает себя дико сексуальным парнем. Никогда не зная, что произойдет в следующий момент. Бывает, что стоит увидеть ему объектив камеры, и тут же Андрей Лапчев превращается в крашеную лисицу. Посмотрите, какой сексуальный самец. Нет, он что, реально так ходит по улице? Вот в этой вот прозрачной херне? Твою же мать! Наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны. Один взгляд чего стоит. У-у-у-у, детка! Также Лаптев не гнушается выходить в прямой эфир из своей обшарпанной квартиры. Есть большое впечатление, что он под какими-то веществами находится, потому что вот эта вот нездорового вида нижняя губа, пересушенная, которую он постоянно облизывает, выглядит очень подозрительно. Передай Юре, что, например, и то... Я ему говорил, ну, как бы то, что перезаписать надо. Ну, какие-то песни взять, допустим, старые или новые с вокалом Борова, например. Можно взять, например, Фианор тот же переписать. Вместо дамы, где Юра поет, допустим, да, Фианор, можно переписать Борова, например. И вот как-то так, чтобы это было интересно, сделать такой небольшой сборничек. Какой сборничек? Ты ебанько, что ли, совсем? Ты никакого отношения не имеешь к этим письмам. Ты понимаешь вообще, что такое авторство, нет? То, что ты сидел в свое время и играл эту песню на барабанах, Фианор этот играл. Это не делает тебя автором, это не дает тебе права исполнять эту песню, никакого вообще. Песню имеет исполнять право только тот, кто ее написал. Ты просто играл на барабанах, даже не свою партию, партию, которую придумал Юра. И даже если бы ты придумал барабанную партию, ты все равно не автор этой песни, понимаешь? У тебя нет никаких прав. Какой сборничек ты решил из старых песен замутить? Че у тебя в башке? У тебя какой-то салатик там, что ли? Если меня спросят, какое ты отношение имеешь ко второй рукописи, к третьей, да, я скажу, какое вы имеете отношение к эпидемии, которой половина принадлежит мне. Алиса, ты тупой! Да что ты, черт побери, такое несешь. То есть вы слышали, что человек отвечает? Он даже не в состоянии предложения построить нормально. Что это за ответ такой? Человека спрашивают, какое отношение ты имеешь к рукописям, к эльфимским, он говорит, а какое вы отношение имеете к эпидемии? Да что это такое вообще, ребята, ну сумасшедший Ну сумасшедший же реально, ну что это Эпидемия, которая половина принадлежит мне Половина эпидемии принадлежит тебе Что это значит вообще? Что это половина эпидемии? Права есть на музыкантов, и ты их можешь в сексуальное рабство сдавать Или ты имеешь ввиду авторство каких-то песен Так нет, ты не автор, ты ни одной ноты не написал нигде, ни в одном проекте Ты имеешь право на половину эпидемии, что? На половину букв и названий Ты имеешь право на... на что ты имеешь право? Ты имеешь какие-то права вообще, потому что Несколько лет играл в группе чужие песни, написанные Юрой Мелисовым Ты вот сравнивал себя с барабанщиком Мотли Крю, да? Замечательно, ты любишь такие аналогии Вот Кипелов, он ушел из группы Ария, и он не играет на своих концертах Песни группы Ария, ну кроме тех, в которых авторство его Ария? Это весь мир знает, все музыканты знают Лаптев, ты несешь какую-то шнягу просто постоянно Какую-то херню, какие полэпидемии Как бы меня пытались сделать каким-то таким, ну, изгоем, да? То есть, и вот в чем проблема Никто тебя не пытался никаким изгоем сделать Тебя выгнали за воровство денег Из группы, все Ты не написал там ни одной песни Тебе ни одна песня не принадлежит, ни один трек, все Закончилось, все, ты можешь понять-то Привет Нет, я не изгой, я нормально, все Нет, ты изгой Этот период заканчивается, потому что выходит альбом И этот период не закончится с выходом альбома Нет, вот мы опять, ребят, скатываемся вот к этому вот Лаптев, в его понимании выход альбома заменит реальность на другую Вот была у Лаптева жизнь, в которой он срал всем на головы, делал зло, плохие поступки Выходит альбом, все удаляется и бабах Новая прекрасная жизнь, где он чистый, замечательный, светлый человек Как это работает у человека в голове, непонятно Не, ну, ребят, вы готовьтесь, вы готовьтесь Когда выйдет альбом, это будет жопа полная Вы помните, как Лаптев бомбил с вечной ночи, когда одна сраная песня вышла? Как он говорил всем, что теперь вы меня восхвалять должны, да? Ну, вы это помните Ну, какие-то песни взять, допустим, старые или новые с вокалом Борова, например Можно взять, например, Фианор тот же переписать Сделать такой небольшой сборничек Мы же играли в начале Мы же играли долго Я играл «Пройди свой путь» и «В садик Сда» И какую-то еще песню оттуда с первой рукописи, вторую, по-моему Вот, и как бы это все игралось И что игралось? Авторства у тебя нет к этим песням Ты не имеешь права вообще никак их использовать Упоминать даже это Священное слово, эльфийская рукопись Ты не имеешь права Блин, какой же тупой, а? Человек вообще не понимает, что такое авторство песни Авторство песни — это гармония И вокальная линия, мотив Кто придумал вот это пение Вот тот и автор этой песни Но это не значит, что если где-то ты когда-то эту песню пел То это ты имеешь право ее исполнять Ну ты-то, блин, ну что? У народа Было мнение о том, что Как бы я, во-первых, адекватный Никогда у народа не было мнения, что ты адекватный Все говорили диаметрально противоположное Потому что, ну кто меня обидел По большому счету в последнее время Ну я не знаю Просто составляет какие-то слова Второбарщину в какую-то бессмысленную просто Как сейчас, например, я выхожу адекватно Ну ты всегда на камеру пытаешься таким серьезным адекватным человеком А когда камера вырубается, ты говоришь Все, не поймали Я вам насрал на голову Как вы докажете? Никак не докажете Понятно, что ты в видео Видео-то это прямое доказательство Конечно, ты берешься в руки и сидишь милочкой перед экраном Пока не выключится красная кнопка записи Так вот какие-то слухи ходят там обо мне Совершенно левые Совершенно левые Вот это очень любит он говорить Какие-то там левые слухи Люди выдают такую реакцию, которую ты заслужил И поймите же ты, наконец-то Что если бы это был просто какой-то хейт Который всегда присутствует в лице обычных людей Не музыкантов То это можно было бы списать просто на троллине тебя Или еще что-то На всех известных людей всегда льется говно Ну на тебя толпы музыкантов просто выстроились ко мне в очередь Чтобы рассказать про тебя А с каким количеством музыкантов я разговаривал о тебе И которые не захотели ничего говорить на камеру Просто сказали, что не хочется это говно все вспоминать От одного упоминания твоей фамилии у них просто бомбило И это музыканты из разных городов Ты успел насрать просто по всей России, всем Пойми, не бывает такого, что такая масса людей И поклонников тяжелой музыки И самих музыкантов Чтобы все единым фронтом говорили про тебя Что ты сумасшедший, что ты неадекватный, что ты псих И вот это все На альбоме, ну во-первых, я был по полночасти звукорежиссером Вот Я их всех собирал, части проплачивал Кроме Булгакова Остальное все я проплачивал Всех лексов там и так далее Как это делается Утититити, он все проплачивал Давайте послушаем музыканта, который был в этот момент слабкивым И видел, как он и что кому проплачивал Надо писать Булгакова было на тот момент, еще тогда Он говорит, нет, денег нет В итоге он говорит, спонсор говорит Я тебе не буду переводить денег Ты мне отчет не предоставил На что ты вообще вот это потратил Ты же сказал, отчет не надо Он говорит, ну я-то вижу, что результат А спонсор, кто не в курсе, да? Спонсор, честно говоря, он попросил не светить его Ну как спонсор Он их должен вернуть еще потом Например, есть идея на своем радио, да? Собрать музыкантов всех И сделать, ну как бы такой лайф какой-то живой Есть идея собрать музыкантов на своем радио И сделать, ну какой-то лайф Вот такая вот гениальная идея, ребят, меня посетила Да на своем радио это и есть формат вот этих лайф-концертов Этим радио и занимается Это не какая-то твоя идея Это основная работа этого радио Что ты несешь опять? Как ты бесишь меня просто Вот так вот 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 Андрей Лаптев Генератор уникальных идей Ну что, у него там до конца года меня мало волнует Я ему сказал, что передай Юре Передай Максимкину, что Придется как-то вот Это его проблема До конца года или до начала года Мне пофигу на самом деле Это меня мало волнует Я сказал горбатый Вот такой вот дерзкий у нас Андрюша Пошли! Его не волнует, что эпидемий он никто Что все на него злятся И доброта Юры когда-нибудь закончится Нет, он все равно включает суперматчи и говорит Мне не важно, что у Юры там Так что там у него какие-то туры У нас тоже, там тоже нужно на самом деле Какие-то концерты, какие-то туры Мне не важно Мне надо сделать И ты сделаешь это Передай Юре Передай Максимкину, что Придется как-то вот Я обычный пользователь сети Просто спросил вопрос в твоем прямом эфире Ты ему говоришь Передай Максимкину Максимкин это менеджер эпидемии Пиди, передай Максимкину Говорит он просто человеку, который у него вопрос задал Сейчас человек пойдет в группу эпидемии Скажет, вот мне нужно вам передать Лаптев Говорит Да блядь По поводу Мелесова я повториться хочу Что как бы я ему сказал, что Лучше бы он год у нас поиграл А там уже сам А иначе проблемы будут Так что там у него какие-то туры Ну это же просто эпидемия По 5-7 тысяч собирает на концертах в Москве Еще вопрос задают по поводу авторства Ну пожалуйста, вызываешь в себе как будто гитариста Который у меня был Напеваешь ему рифф какие-то, риффы Получается песня за какой-то период Потом вбиваешь с меди Вбивает он в меди Приходит там Также забивается локальная мелодия Ну то есть что-то там Ну вот она и получается, эта песня Сначала в меди полностью Естественно все демки отбрасываются Изначально записанные гитары Ну и потом получается так вот У Лаптева будет и в соцсетях И везде написано, что он все Он сначала, да, начинал первое время Кто такие там, Ездаков, Лукашев Я же, как я музыку же сочинял Я же пришел к Ездакову или кто там Я не помню кто из них Вот Он там сидит там в Guitar Pro или еще где Я, говорит, начал там Ему вот это Так, вот я песню придумал Давай вот это Чань-чань-чань-чань-чань-чань-чань-чань Он такой набрал там так Шестнадцатый Восьмый, шестнадцатый Отлично Вот риф Говорит, ну все, там дали часам Отлично автор музыки, да? Автор музыки, да Сам Ездаков до этого бы Никогда бы не додумался По поводу авторства Ну пожалуйста, вызываешь в себе Какого-то гитариста Который у меня был Напеваешь ему риф Какие-то рифы Получается песня За какой-то период Вызываешь к себе Какого-то гитариста Напеваешь ему рифы Получается Песня Человек изрыгает из себя Тонны словесного поноса И никак не отвечает На вопрос про авторство Потом Вбиваешь с миди Вбивает он в миди Приходит там Также забивается Вокальная мелодия Забивается в миди Забивается вокальная мелодия А кто придумал Вокальная мелодия Ты блин Ты Так же забивается Вокальная мелодия Ну то есть Что-то там Ну вот она и получается Эта песня Что-то там Ну вот это Ну как бы Ну вот она и получается Сначала в миди Полностью Естественно Все демки Отбрасываются Изначально записанные гитары Ну и потом Получается Так вот Ты думаешь Вот можно людям В уши Вот эту вот херню лить Вот эту вот Тупую херню Которую ты сейчас Не ответил на вопрос Про авторство Потому что Ты не можешь Ответить на него Ну вот как-то Оно и получается Да потому что Ты ни одной ноты Не придумал Что такое Авторство песни Кто такой Автор песни Это тот Кто придумал Вокальный мотив И гармонию К этому вокальному мотиву Все остальное Аранжировка Но даже тот риф Который ты говоришь Я риф там Кому-то напел Это не риф Это просто Медиаторный штрих Риф гитарный Это что-то узнаваемое Это не чёс Это не голоп Это не надо придумывать То что ты там Вот это напел И говоришь Я автор песни Ты не то что не автор песни Ты даже не автор рифа Потому что это не риф Придумать гитарный риф Это не значит Сказать музыканту Какому-то Вот давай здесь Играем чёсом Или односторонним штрихом А здесь голопом Это не придумывание рифа Риф придумать Это то что будет Узнаваться людьми Сразу А не вот эти вот Всем известные ходы Которые забивают Не глядя просто Потому что ну Это не надо придумывать Это есть уже Вот послушай рифы В начале песни Две грозы 2 Послушай Это узнаваемый риф Сразу Который можно сказать Вот Сразу понятно Что это две грозы играет Один из последних людей Кто принимал участие В записи Медал оперы Андрея Лаптева Борис Пронин Клавишник Сейчас и он вам расскажет Как ему случилось Прильнуть к божественному сиянию Андрея Лаптева Алексей гитарист Шутин Вот Он мне предложил Говорит Слушай Я тут Участвую в одном проекте В общем На запись Тут как бы Много сильно не заработаешь Но в общем требуется Там То-се Записать клавиши Там Поможешь Я говорю Ну давай хорошо Пусть пишет Он говорит Но только там Ты с ним осторожней Вот Деньги требую Либо сразу Либо придумай Какой-нибудь план На случай Если он тебе не заплатит То есть Как можно его шантажировать То есть Уже вот Вот настолько Ну ладно То есть сразу Ты еще к человеку не попал У тебя уже предупреждает Да что там Да Я не знал Такое его стороне Я знал что он немножко там Нестандартный Ну Север как бы люди разные Ладно Вот что он на деньги может кинуть Я понятия не имел Он мне написал Андрей уже в смысле Вот говорит Там Не привет Ничего Говорит Нужно Сделать интро Он мне интро скинул Демку Я говорю А так это же Миди Ну как бы измеди Оживленное Слышно Неужели нельзя Мидишку найти Ее просто оживите Все это Гораздо быстрее Чем я буду на слух Это снимать Он говорит Возможности То есть Не сохранилось Ничего вообще Никаких исповек В общем Ну сделал прям в ноль То есть я говорю Хочешь давай Горю Чуть Там Интереснее Там нет В ноль Надо как есть Ну сделал в ноль Ну вот Он говорит Все отлично Все здорово Все мне нравится Только они какие-то Звучат картонно Я говорю Ну это медишка Что ты хочешь Он говорит А так в альбом не пойдет Я начал понимать Уже примерно Уровень Уровень Музыканта Ну думаю Ладно Ну хорошо Я говорю Я живет Ты еще не можешь Нет Может звукорежиссер Но ты сам можешь Я до этого этим не занимался Ну ладно Поставил там этот плагин Nexus сделал Собственно Потом он говорит Давай Говорит Это Песни Вот тут есть Демки Я говорю Тебе на мыло пришли Он мне присылает Демки Я вроде нормально Он говорит Ну учти Там был строй ми Стандартный Сейчас мы в дроби То есть В рай опустились На тон ниже Считай все такое Вот Я говорю Ну это ладно Не вопрос То есть Если их набирать Я говорю Давайте так же Мидишками попробовать сделать А там уже опустить Поднять Это вообще Одну кнопку нажать Говорит Не надо Плавиши живьем Я говорит Не занимаюсь Порнографией С этим С набором Я говорю Да как Все уже сейчас Так делают Ладно Хорошо Если у тебя была бы Говорит Своя студия Тебе было бы удобнее И проще Мне на месте Показать Мы подъехали И записывали живьем И то лучше Это делать в миди Чтобы потом Ты сам себе Звуки Понятно Конечно Ну влинию На хрена тебе Говорит Нет вот Вот у него Герма Ламповость Ну хорошо Хрен с ним Я приехал Забрал синтезатор свой Хорошо Я в Москве тогда жил Отсюда бы я с ним Просто не поехал Приехал Все значит На студию Он такой Давай Вот это Вот это Посмотрим Начинаю играть Чувствую Не сходится что-то То есть Вот такие вот вещи были Говорит Вот Что такое Я же тебе скидывал Я говорю Да вот послушай Что ты мне скинул Ставлю тут же с телефона Он говорит Это же не то Надо было вконтакте Найти версию Со стыровым Я говорю А я экстрасенс Ты не мог мне это То есть Вот настолько Да Уровень организации Конечно сумасшедший Да Я когда проекты увидел Мне чуть плохо не стало Там дорожек Наверное Что 50 было У него этот Кубейс Вис там Он не грузился С первого раза Из-за этого Я говорю Зачем их все хранишь Там половина мютированных Удали Создай заново проект Ой на всякий случай Создай новый проект А мютированный Старого Потом есть надо Не 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 Пусть будут Пусть будут Там 10 тысяч гитаристов Все кто у него писался Я рад что у него не сохранилось С первым своим составом Еще записи Потому что их еще больше Было бы дорожек Он одно и то же Переписывает Одних и тех же людей Просто существенно Он практически весь записал Он жаловался А потом говорит Ой я вроде Борова нашел Он там и гитару И бас пропишет И он то же самое прописывает Ну у Борова конечно Все там Нормально Получилось Ну вот песня Знамение зимы например Там один момент был Где прям клавиши не сходятся Я прям чувствую Давай говорю еще раз Послушаем Может я что не так Послушаю Да Все правильно То есть клавишная линия Отдельно И в проекте Она просто не подходит В одном конкретном месте Он говорит Вот Вот что Я думал там у него Только у предыдущего Этого проблемы были С клавишами Оказывается у всех тут Вот что Что-то тут не так Что-то вы не то играете Я говорю Ты послушай отдельно клавиши Все так Может в гитарах дело Послушай Действительно Просто Один кусочек Капернули гитары Дальше А там Как было другие аккорды сыграть Их нет Куда взять Этого места больше нет Вот я говорю Ну те либо гитары переписывать Опять гитариста звать Либо давайте Просто клавиши Подгоню Ну из прошлого Капернём тоже Подгоню Как было Чтобы не возиться Он говорит Ой а там же тогда Вокал Это есть там Гармонию поменять Там же мелодия вокала Внута вокалист Еще не записал Поменяешь пару нот Нет нет Вокал надо оставить Как есть В итоге Гитары конечно же Никто не переписывал Клавиши оставили Как есть Он записал вокал Алексея Булгакова Вот под эту кашу Человек пел И в итоге Андрей говорит Ну что-то надо делать Я говорю Давай клавиши Ну давай поменяем Я говорю С чего ты добивался Теперь его еще тюнить Придется под это Потому что там никак Не смотришь Там кластер элементарный Там вот так все Капец Ну Ну Потом Одна песня была Он чувствует Говорит Вот не могу понять Тут проигрыш начинается А певец еще поет Почему так вот Лекс Говорит почему Вот вроде все нормально Начали Смотрю Оказывается у него Просто не хватало такта Вот в одном Капернули видимо не так Тут удалять Тут копировать И на это столько времени Потратили И он мне потом рассказывает Слушай я же тут плачу По 500 рублей в час Между прочим А мы занимаемся Вот этой фигней Я говорю Кто виноват Ты проекты не подготовил Элементарно Ты мог их взять домой У тебя кубейс Не пойдет что ли Он мне долгое время Упорно доказывал Что на Windows 10 Кубейс не идет Вообще никак Я говорю Как у меня идет Он может просто не умеет Сам резать ничего В кубейсе там Кубейс устанавливать не умел Пока я ему не скину Капец Вот И в итоге сделали Все сделали Подготовили клавиши Эти Потом Все записал Три дня на это ушло Ага Потом он мне пишет Часую неделю Слушай знаешь такая фигня Звуки мне не нравятся Чуть сразу не сказал Я тебе в миде Сразу предлагал Выбрал бы Звук Там говорит Может быть Перепишешь Еще приедешь Там Те которые там На студии Стоять И там Там что Звуки Лучше чем В корне У меня Буду Я серьезно Ну там Даже Даже Спонсорские деньги Он умудрился Не Выплатить Всем Ну хорошо Я Это сделаю Как бы Выделю Немножко денег Как бы на это дело У меня денег Не очень много Ну сколько Сколько тебе надо Сколько ты запросишь Я говорю Смотри Их не хватило Страйк Не было И соотношение Не могу потянуть Один Помоги мне Давай В общем Будет Все Звездно Мы дисков Продадим Он же В 2003 году То есть у нас Диски Кассеты Продаются Говорит Давай Помоги мне Деньгами Я говорю Ты что Сделаешь Здесь Вместо Того Чтобы Заплатить Он у тебя Денег Просит Это Капец Какой-то Я говорю Ты Сдеваешься У меня Как бы Ипотека Двое Детей Он говорит Ну возьми Кредит Я говорю Вообще Класс Я возьму Давай Пополам Скинемся Говорит По 50 Нам хватит То есть Давай Ну полтинник Ну нет Ну 25 тысяч Ну возьми Я даже Говорит Не прошу себе Переведи Художницы Отличная То есть Логика Чтобы Одни Клиенты Платили Другим А сам Как бы Нет Просто Что-то Сумасшедшее Прямо Я не знаю Даже Как это Назвать Сейчас Уже Он готовит К изданию Все Вместо Того Чтобы Раздавать Старые Долги Пытается Влезть В новое Художница Третий Год Должен Ты че Ой Она потом Когда нам Понадобится Эта обложка Тогда Мы с ней Расплатимся Допустим Выпущен Был Этот Диск Да Там Все И Лаптев Решил Что-то Новое Делать Ты С ним Будешь Работать Еще Да Боже Упаси Ну Конечно Лаптев Удостоил Меня Видео Обращением Ответкой Давайте Посмотрим Здорово Сокол Здравствуй Андрюшка Посмотри Какие У нас Расстроли Номера Люкс Номера Люкс Я вижу Просто Какую-то Пластиковую Стену С фонарями Я в Геленджик Когда на море Ездил С девушкой Снял Самый Дешевый Домик И там Внутри Точно Такое Убранство Было Как у Тебя За спиной Сейчас В городах Нас Встречают Нет Ну понятно Что после Твоей убитой Квартиры Вот такой Вот Пластик И Фонарики красивые В потолке Тебе Кажутся Ууууу black У тебя наверное Конечно Бомбануло От всего Этого Тебе Это Показалось Люксом Но я Тебя Огорчу Это Не Люкс И делают Нам Очень Хорошие Условия Лампочки Обои Пластмассовые Уголки На стенах Который мы видим за твоей спиной это все не люкс это достаточно дешевая отделка нет ребят поначалу я действительно испугался потому что вот эти вот мокрые волосы лаптев весь в воде знаете вот это вот я думал если он сейчас полотенце скинет меня удар хватит потому что ну вот видеть полуобнаженные вот эти телеса еще в воде в капельках воды знаете вот это последнее что мне хотелось бы видеть а ты сиди сидишь и дрочишь в своем сраном блоге в моем сраном блоге за год набралось подписчиков больше в два раза чем в твоей группе которая у тебя уже 10 лет там существует так что советую тебе сменить тематику и займись делами лучше теперь чё канал закрывать придется своей твою мать и тебе всего доброго и хорошего лучшими пожеланиями от меня андрея лаптева пока вот человек опять жутко лицемерит здесь в камеру он такой весь культурный и замечательный и всего даже хорошего мне пожелал но те сообщения которые мне скинули множество совершенно различных людей после выхода моего фильма как лаптев меня там унижал и поливал говном и говорил что я хочу сокола в тюрьму посадить закрыть чтоб его там имели в тюрьме там то есть вот это вот прямо сочащая злоба ядовитая гнойная была а перед камерой мы конечно же стоим милочка и желаем мне всего хорошего в завершение нашего ролика хочется упомянуть об еще одной наглости лаптева и снова это воровство но это не воровство денег это не воровство музыки и песен у людей с которыми он работал в своем проекте лаптев поговорим о песне которую он украл у эпидемии многие наверняка уже слышали этот крутой хитовый фрагмент из трека под названием знамение зимы в коем даже самым невооруженным и неискушенным ухом слушатели угадывается эпидемий вский на пороге ада все мы с вами хорошо помним как обделалась группа амальгама украв у группы артерия припев песни пламя у них это называлось иди же с нами наверняка прослушивая это лаптев подумал на моем будущем альбоме мне очень не хватает хитовых песен возьму эпидемии и он взял эпидемии припев песни на пороге ада но как всегда лаптев подумал что он самый хитрый и он не просто скопировал вокальную линию припева эпидемии а взял из него первую и третью строчку и спел их подряд бесспорно локальный припев у песни на пороге ада хитовый но соответственно здесь хитовый какие слова там не подставим все равно будет выглядеть круто потому что это талантливо написано вокальная линия которая сразу же западает в душу но паразитировать на чужом творчестве не впервой и воровством пробавляться лаптеву не впервой поэтому мы слышим вот это когда лаптева начали спрашивать что же это за херобора и как ты осмелился стырить у эпидемии на пороге ада лаптев говорил нет я не тырил но немножко похоже то есть но вот опять вот это вот какие то там как то вот немножко где то но сейчас послушайте как бы слушалась та же самая песня эпидемии если мы просто выкинули бы вот эти вот вторую и четвертую строчки ну тогда уж и такой вариант послушайте вот лицо которое как нельзя больше характеризует этот кульминационный момент лицо человека который грамотно украл ну и раз все мы здесь сегодня крадем у друг друга просите адаптируем то позвольте тогда уж и мне адаптировать крутой стырин и лаптевым хит мазычка боюсь а знамени зимы и фанатов юры бодрости духа тебе трек вору я мало давали дрозды и пинали дуру может не жил бы в говне боюсь а знамени зимы и пинали дуру бодрости духа тебе трек вору я мало давали дуру бодрости духа тебе трек вору я мало давали дрозды и пинали дуру может не жил бы в говне лаптев неужели ты думал что ты действительно самый хитрый на этой земле ты реально решил что тебе все сойдет с рук неужели ты думал что можно годами десятилетиями творить дикую херню оскорблять и унижать людей запугивать преследовать бить девушек натравливать людей друг на друга воровать и тырить деньги и музыку песни смешивать с говном тех людей с кем при встрече пытаешься брататься все музыканты в моем ролике неужели ты думаешь что они вот те же самые хейтеры засиральщики так ты это видишь может уже стоит остановиться подумать и признаться самому себе что нет никаких заговоров есть просто правда которую ты никак не хочешь увидеть никто против тебя ничего не замышляет все просто устали от тебя нет людей просто трясет от тебя ибо ты вел и продолжаешь вести себя отвратительно выходя из амплуа мерзкого типа лишь тогда когда окружающее приносит тебе выгоду материальную или ситуативную андрей хватит остановись в твоей жизни ничего не изменится пока ты не научишься винить во всех своих бедах только одного единственного человека пойми же ты наконец в твоей вымышленной вселенной нет полчесть злодеев строящих против тебя козни есть только один злодей и это ты уважаемые зрители данный фильм был снят в целях вашего предупреждения о противоправной деятельности андрея лаптева будьте осторожны а тем кто уже стал или станет жертвами его действий я советую обратиться в правоохранительные органы помните о том что каждый из нас имеет право защищать свои права всеми предусмотренными законом способами друзья мои ну вот и все мой глобальный монументальный фильм расследования про андрея лаптева наконец-то закончен все больше не будет серий продолжений или еще каких-то выпадов в сторону андрея я сказал все что мог я проделал большую работу и надеюсь вам это понравилось не забудьте поставить лайк этому видео написать свой комментарий ну и может быть даже распространить его где-то среди своих друзей кто его знает быть может уже завтра им напишет сам андрей лаптев подписывайтесь на канал я буду рад каждой новой энергии которая ко мне придет с вами был сокол истинный маг да прибудет с вами сила бойся знамений зимы и фанатов юры бодрости духа тебе трек воруя мало давали дрозды и пенали дуру может не не жил бы в говне Бойся знамени зимы И фанатов юры Бодрости духа тебе Трек воруя мало Давали дрозды И пинали дуру Может, не жил бы в говне Бойся знамени зимы И фанатов юры Бодрости духа тебе Трек воруя мало Давали дрозды И пинали дуру Может, не жил бы в говне Андрей, сделай над собой усилия Стань адекватным Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok